Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как всегда, в городском округе Люберцы следим за всеми важными событиями. Мы не только конкретно городского округа Люберцы, но и пытаемся окинуть взглядом самые глобальные проблемы всей страны в целом. А одна из них – это наше с вами здоровье. И сегодня у нас здесь, в студии, Роман Вячеславович Широкий, заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры больницы имени Вересаева. Здравствуйте, Роман Вячеславович! Спасибо, что вы к нам. Здравствуйте! Можно сказать, издалека приехали. Да. Скажите, пожалуйста, вот сразу же такое сочетание физиотерапии и лечебная физкультура. Вот когда человек идёт к хирургу, к стоматологу, самыми разными заболеваниями, самые разные случаи, даже к терапевту. Он идёт, увидит терапевт, правда сейчас минут 10 они что-то все пишут, и только на 5 минут он так быстренько на тебя посмотрел, кто это к нам пришёл. И всё равно ты терапевту начинаешь рассказывать, вот у меня то болит, всё болит, и он там таблеточку выписал или направил на анализы и так далее. Что касается физиотерапии и лечебной физкультуры, всегда, как правило, это где-то на втором или на третьем плане. Но если человек, например, в больнице, да, он приходит, потому что его туда ведут, у него по расписанию. А вот так, чтобы дома, после того, как восстанавливаешься после той или иной болезни, операции, некоторые не ходят к вам. Почему вот это понятие реабилитация, да, оно у нас как-то всё-таки немножко на втором месте? Проще пойти к хирургу, чтобы вырезали, и всё. Ну да, это такая глобальная проблема. В первую очередь это, конечно, связано, моё мнение, с низким уровнем образования у людей. То есть люди действительно мало знают о тех или иных заболеваниях, о каких-то своих хронических болячках. Они мало знают себя, как работает их организм, как он устроен, как нужно проводить правильную профилактику и так далее. И это, ну, здесь нельзя сказать, что это их вина, именно людей. То есть это в целом такая наша проблема в стране. И, соответственно, поэтому сейчас ввели понятие реабилитации. Вот что это такое на сегодняшний день с точки зрения нового понятия этого? Ну, то есть ничего нового в этом нету. По сути, реабилитация – это такое собирательное понятие, которое включает в себя как раз и физиотерапию, и лечебную физкультуру, и мануальную терапию, например. Просто такая, собирательное, много всего, завернутое в единую оболочку, но при этом само понятие реабилитации, оно чуть больше отвечает современным реалиям и современным требованиям к медицине, нежели отдельно, например, лечебная физкультура или просто физиотерапия. Ну, и, опять же, современные тенденции во всем мире, это называется физическая реабилитация. Ну, вот сейчас мы к этому подойдем. Почему? Потому что, вот вы абсолютно, на мой взгляд, правильно говорите, ну, наверное, в 20-летнем возрасте, если с человеком ничего не происходит, ну, такого нестандартного, ну, к 30 годам начинаются какие-то первые, если, конечно, не было аппендицита в каком-то раннем возрасте. Ну, то есть, человек мало обращает внимания на свой организм. Мало того, человек сам с собой договориться не всегда может, а вы хотите, чтобы он реабилитацией, собственно, занимался. То есть, как только человек, не прийди, Господи, заболевает или серьезная операция, если это, например, в больнице происходит, то это одна история, если лечение на дому, то вторая история. Но, действительно, вот культуры попытки познать свое тело до того, что произойдет, во время, не приведи, опять же, Господи, какой-то проблемы, и после. Этому, может быть, в школе надо учить? Ведь были попытки вести медицинское образование, для того, чтобы человек понимал, что лечебная физкультура, для того, чтобы у тебя живот сильно не рос, и чтобы ты не горбился, и чтобы ноги и руки твои, и голова, в конце концов, правильно работали, что ей надо заниматься постоянно, а лучше просто физкультурой. Ну, да, это скорее ближе к обычной физкультуре, которая в классическом понимании слова физкультура. Лечебная физкультура все-таки это больше относится к каким-то ранним, послеоперационным периодам и так далее, когда очень важно какие-то простейшие функции установить. Ну, вот вы сказали про школы, да, на самом деле, действительно, это очень важно. Ну, если говорить в двух словах, то вот сейчас у нас, несколько лет назад, принят приказ о реабилитации как таковой, и, соответственно, она делится на несколько этапов, на три этапа, если будет точнее. И, соответственно, первый этап, он происходит сразу же после либо операции, после какого-то там заболевания, то есть в остром периоде непосредственно. На втором этапе происходит переезд пациента из профильного отделения именно в реабилитационное отделение, где он, опять же, восстанавливается. Да, в условиях стационара получает реабилитационное лечение. И третий этап – это как раз амбулаторный этап, когда пациент уже выписывается домой. И тут мы его теряем фактически. Вот именно для этого я это сделал, чтобы мы его не теряли, чтобы за вот эти первые два периода пациент привился, скажем так, к такому образу жизни. Плюс ко всему, опять же, например, мы вот в своей больнице, мы организовали школу для пациентов. Это сейчас очень популярная тема – школа для пациентов и школа для их родственников. Это может быть даже важнее, когда будет подсматривать, да, присматривать за пациентом. Да, потому что заболевания разные, заболевания разные, проблемы разные. Например, в случае с неврологическим пациентом, в случае с инсультом, там, конечно, мы проводим школу для родственников, потому что это крайне важно, когда родственники помогают нам восстанавливать пациента. Потому что они проводят с ним очень много времени, очень важно внимание от них. Опять же, не у всех людей есть родственники, это действительно большая проблема. И если уж есть родственники, то можно это помочь. То есть вы занимаетесь целым таким образовательным направлением? Ну, конечно, конечно. А почему бы с первого класса не учить в школе? Ну, один сделать предмет какой-то общий медицинский. У нас же там была, что-то в здоровье, я уже не помню, биология, да? Ну, там про биологию нам только рассказывали. Пестик, тычинка и помню скелет. Все, что я в этом классе. В пятом классе анатомия была. Анатомия была, да. Но тем не менее, видите, вы, видимо, зацепились и пошли по этому направлению. А мимо меня это все прошло. И опять же, у человека это возникает, когда либо с его родственниками что-то происходит, либо с ним что-то происходит. Так вот, образовательная часть, возвращаясь опять к этой теме реабилитации, вы сами ее разработали, как это происходит? Вы какие-то проводите встречи с родственниками пациентов или с теми пациентами, которые, ну, уходят уже домой, да? Вы им прописываете схему, даже уже не лечения, а реабилитационную. Это такой образовательный процесс? Ну да, это образовательный процесс. Понятно, что в рамках школы мы не можем в рамках какой-то встречи раз в неделю, да, мы не можем какие-то там очень глубокие нюансы рассказывать. Вот, но по максимуму мы стараемся объяснять какие-то простейшие вещи, которые люди могут делать сами, которые, в общем, довольно просто выучить, и это действительно помогает. Потому что пока пациент в больнице, пока за ним осуществляется какой-то непосредственный уход, да, у родственников не возникает проблем. Как только они приезжают домой, пациент может падать, пациент может начать... Очень часто начинаются проблемы с мотивацией в них, да, поэтому он начинает вредничать, он начинает, я этого я делать не буду, этого делать не буду. Здесь очень важно, потому что родственники понимали, как правильно написать. То есть человек до случившегося и после случившегося, это два разных человека. Скажите, пожалуйста, всё-таки возвращаясь к теме реабилитации, вот там, где вы работаете, какие они бывают, виды реабилитации, после каких заболеваний, после всех можно человеку помочь, я сейчас поясню, почему некоторые ту же лечебную физкультуру воспринимают, как, ну, что там, пошли, походили, можно вроде как и дома делать. Всё ли, все ли последствия медицинские могут быть подвергнуты реабилитации? Или есть больные, которые реабилитации никак им не поможут? Ну, есть определённый набор противопоказаний, конечно, который, он довольно обширный. То есть это, ну, в первую очередь, это обусловлено тяжественное состояние. То есть если в первую очередь нам должен непосредственно лечащий доктор разрешить делать какие-то манипуляции с пациентом, если это, чтобы это не повредило его состояние, то есть в любом случае всё упирается в тяжесть состояния. Вот. Второй момент – это, конечно, сознание. Если пациент не в сознании или он не понимает, где он, что он, то тогда реабилитация просто бесполезна. Вот. Ну, в целом, большинство направлений, конечно, реабилитация охватывает. Это и неврология, это нейрохирургия, это травматология, ортопедия, хирургия. Вот. Ну, давайте начнём с простого, да. В второй части поговорим о более сложных, да, всё, что связано там с инсультами, когда всё-таки человеческий организм может резко измениться, да, и человек может поменяться. Вот. Хирургия, да, травма, пункт, да, самое простое. В чём иногда бывает проблема? Вот более-менее уже всё заживает, человек забывает и не понимает, что если он не будет выполнять какие-то там необходимые функции, которые прописаны, что у него что-то неправильно может срастись, правильно? Да? Вот. Насколько люди… Да, да, можно так, конечно. Ну, вот как сделать так, чтобы человек проходил этот курс, чтобы он к физиотерапии, лечебной физкультуре, чтобы он приходил, да, вот ему нужно уже, когда сняли гипс, он уже там может работать, чтобы он приходил на какие-то процедуры. Он тебе говорит, да, всё это, да, у меня уже всё хорошо. Ну, когда человек… Когда происходят какие-то серьёзные операции, это замена суставов или синтез, предположим, да, какой-то кости, то есть, когда кость сломана и её скрепляют стержнем изнутри, естественно, нарушается двигательный стереотип у человека. И ему реально… Ходить заново начинают. Ему реально тяжело просто банально ходить. И поэтому, ну, чаще всего люди, конечно, понимают, что им нужно это делать, что им нужно заниматься. Ну, бывает, порой приходится настаивать, навязывать, да, заставлять. В чём главный смысл реабилитации? Вот мы сейчас во второй части поговорим уже более конкретно о заболеваниях. Вот вы для себя сегодня видите, в чём главный смысл реабилитации? Главный смысл реабилитации, собственно, вот то, с чего я начал, да, почему вот эти понятия физиотерапии, лечебной скульптуры завернули в новое слово, да, потому что поменялись цели. Сейчас цели – это максимально быстро вернуть человека к активности, к его повседневной жизни, чтобы для него лечение происходило максимально комфортно, максимально быстро, да. Этого требуют современные вариалии. То есть человек не может выпасть на… Ну, скажем, как раньше было, когда человек попадал в травматологию, он лежал несколько, там, неделю, а то и две на вытяжении, да. То есть жизнь стала быстрее, и человека надо быстрее ввести в строй. Да, конечно. В первую очередь это обусловлено ритмом жизни процента. Ну и опять же количеством осложнений, которые мы имеем, если человек очень долго лежит, да, то есть, если человек, предположим, пролежал два дня, то восстановление будет проходить на шесть, а то и на неделю, на шесть дней, а то и на неделю больше. Вот, то есть это, чем дольше пациент лежит, тем больше по геометрической прогрессии вырастает его восстановительный этап. Соответственно, первая цель реабилитации – это максимально быстро вернуть человека к активной жизни, максимально быстро его вернуть в социум. То есть можно так сказать, что если человек заболевает, причем есть болезни, которые ожидаемы, да, а есть болезни, которые бывают неожиданными, да, внезапными, то все-таки есть слово «лечение» плюс «восстановление». Конечно, да. Сейчас мы делаем небольшую паузу. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что у нас сегодня в студии Роман Широкий, заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры больницы имени Вересаева. Во второй части мы поговорим уже конкретно о заболеваниях и о способах реабилитации. Возможно, кто-то этим заинтересуется. До встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в студии Роман Широкий, заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры больницы имени Вересаева. Роман Вячеславович, ну давайте мы поговорим, наверное, о самой... Начнем такая реабилитация. Сложно, когда кажется, что, ну, человека почти потеряли. Я имею в виду, когда инсульты. Инсульт, сейчас говорят, помолодел. Инсульт – это когда... Просто я еще очень часто вижу сейчас такие медицинские, как сказать, афиши, где написано, что нужно делать, в разных местах, кстати, и в транспорте, и не только. Так вот, когда происходит, он бывает разный, бывает, с моей точки зрения, серьезно, как бывает, менее какие-то нарушения с человеком происходят. Вот что это такое сегодня для вас, как для реабилитолога? И вообще, что происходит у нас с инсультом? Нас пугают, говорят, что он как-то молодеет. Естественно, да, инсульт молодеет. И инсульт – это действительно очень серьезная проблема в плане того, что, как правило, никто не ожидает. Это происходит на работе, это происходит в кафе, это происходит в транспорте. Это мы виноваты или жизнь все вместе виновата? Или это просто написано нам на роду, что называется? Сложно сказать. Да, бывают генетические предрасположенности к каким-то проблемам. То есть там целый комплекс проблем, который ведет, собственно, к инсульту. к тому или иному виду его. Здесь, опять же, стрессы, темп жизни, неправильное питание, курение. То есть либо мы сами себя добиваем, либо все вместе происходит? Ну, в общем, можно сказать, что мы сами себя добиваем, но в целом это, конечно, такая комплексная проблема, которая связана просто с ритмом жизни. Здесь большое значение имеет недостаточная диагностика, диспансеризация, которая происходит не так часто, как хотелось бы. Конечно, это помогает. Ну, то есть пришел человек, его просканировали, сказали, в этом году к нам больше не приходи, у тебя ничего такого нет. Идешь в следующем. И так вот все время. Ну, это если, грубо говоря, да. Поэтому вот... Тем более наш народ не ходит-то никуда, да? Он сидит дома, пока ничего не произошло. Да, именно поэтому вот эти плакаты, я считаю, что обязанность каждого гражданина очень хорошо их выучить, потому что даже если инсульт происходит, существует такое понятие, как терапевтическое окно. Это несколько часов сразу после начала заболевания, когда пациенту можно помочь. И помочь очень серьезно. Потому что мы, как реабилитологи, наша работа зависит полностью от неврологов, от непосредственно лечащих докторов, которые начинают лечить пациента основную причину. Они начинают лечить основную причину. И если, ну, скажем так, если зона поражения большая, то мы уже здесь, конечно, сделать сукрового можем мало. То есть мы делаем, что можем, да? Но все равно все зависит, в первую очередь, от зоны поражения. Вот. И поэтому очень важно вовремя-вовремя выявлять это все. А почему вот мы в первой части говорили, да, что вроде бы как и нам сказали, что мы теперь жить должны больше, вот вроде бы, что человек мудреет, умнеет, жизнь идет вперед, вроде бы как все получше. Раньше там лечение, ангину можно вылечить за 7 дней, ну, какие-то даже, может быть, быстрее, какая-то одна таблетка, что называется. С другой стороны, вот вы говорите, инсульт молодеет, и вроде как, а, это значит и другие болезни, и грипп мути. Ну, то есть рядом с нами много всякого нехорошего. Так мы все-таки эволюционируем, или мы куда-то в другое? Мне вдруг такая сейчас мысль пришла в голову. Ну, я думаю, что это процесс такой, что это именно процесс эволюции. Ну, параллельно, мы же, собственно, я же об этом сказал, что все это является причиной, точнее, следствием вот такого очень высокого темпа жизни. Ну, вот, кстати, прежде чем мы еще пройдемся по другим заболеваниям, возвращаясь к теме инсульта, а можно как-то с помощью физиотерапии и лечебной физкультуры, если у человека, ну, хоть что-то там, какие-то предрасположенности есть, вот он сходил к доктору, да, можно до того как-то провести какие-то манипуляции, чтобы уменьшить риск заболевания инсультом? Нет. Нет? Чаще всего это проблема, ну, одна из самых таких серьезных проблем, это проблемы с сердечно-сосудистой системой, и здесь очень важно именно следовать рекомендациям. То есть человек должен знать, чего у него не так работает? Да. Чуть-чуть хуже, чем должно. Да, 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 это непосредственно личная ответственность каждого. Просто достаточно хотя бы сдавать какое-то время, начнем с анализов, да, не бояться этого. Ну, в общем, да. И тогда, когда врач видит какие-то показатели, это уже может быть первым сигналом. Ну, естественно, все начинается с анализов и осмотра, а дальше уже более узкие. Заканчивая тему инсульта, вот произошла эта беда, и что дальше происходит с реабилитацией? Как она проходит, ну, наверное, даже тут не только в лечебном заведении, да, вот у вас, а что вы еще советуете пациентам и родственникам, как вы сказали, пациентов, которые уже уезжают домой? Ну, здесь в первую очередь важно понимать, что реабилитация после инсульта, и, например, реабилитация после каких-то там, после хирургических вмешательств, да, это немножко разные вещи. То есть, именно поэтому вот это словосочетание лечебная физкультура, она не сильно, не очень отражает суть. Потому что реабилитация после инсульта – это не упражнение. Очень часто родственники, которые наблюдают, когда мы занимаемся с пациентами, они спрашивают, а почему вы не делаете упражнение? Да-да-да. Раз направо, налево. Да, когда мы уже будем делать упражнение. Суть именно реабилитации после инсульта заключается в том, чтобы вернуть человека к активности. Есть такое понятие повседневной активности, да, то есть это какие-то мероприятия, это как почистить зубы, причесать волосы. А ему не хочется этого делать? Он не может этого делать. Он не понимает, что это нужно сделать, да? Он не может это сделать, он не понимает, как это сделать. И это как раз вот те вещи, которые больше всего влияют на возврат человека в социум. То есть именно какие-то повседневные вещи. И поэтому очень важно восстановить сначала их. А это сложно вообще? Ну, я понимаю, что разные этапы, но возьмем какой-то такой средний уровень. Насколько возможно? Почему? Потому что, ну, к сожалению, я думаю, и многие из наших телезрителей проходили этот опыт печальный своими родственниками. К сожалению, все зависит, конечно, от локализации и от степени поражения инсульта. То есть от того, в какой области мозга было повреждение. Ну и от этого реабилитация будет поставлена та или иная то или иное направление. Какие еще существуют сегодня заболевания, где вот вы, реабилитологи, приходите после того, как произведены определенные операционные вмешательства и начинаете работать, кроме инсульта? Что сегодня вот где много необходимо? Лечебной физкультурой, физиотерапией, каких-то других способов реабилитации? В первую очередь это травматология, ортопедия, это нейрохирургия. Именно после операционной. Так как сейчас очень большой оборот набирают плановые операции, например, по замене суставов. Это, опять же, очень такая глубокая тема. То есть, когда люди страдают много лет артрозом крупных суставов, например, тазобедренного или коленного, и слишком сильно тянут с заменой суставов. Соответственно, естественно, реабилитация становится намного сложнее. Поэтому вот в данном случае, например, при замене крупных суставов, реабилитация – это одна из составных частей, как раз, как я говорил, быстрого возвращения к труду. Правильно я понимаю, что в какой-то степени вы заново человек учите делать то, что он, может быть, делал до этого, но уже забыл? Конечно, конечно. Причем даже, как говорится, не теряя памяти, просто психологически он не может ногой пойти так, как он ходил раньше. Потому что она болела, потому что она болела, соответственно, меняются двигательные стереотипы, они меняются довольно быстро. Поэтому наша задача в первый же день после операции – поставить человека на ноги. Это очень важно. Опять же, очень часто бывает такое, когда мы приходим, пациент лежит, говорит, вы что, у меня всего лишь третий день после операции. Такого быть не должно. То есть пациент должен вставать сразу же на следующий день после операции, если у него, конечно, нет никаких там... Я буду строчек, предполагаю, что вам еще и достается всякое. Достается от родственников, родственники, конечно. Что вы делаете ему лежать еще? Как я уже сказал, да, чем быстрее он встанет, тем быстрее он выпишется, тем меньше у него будет последствия. Есть люди, которые, наоборот, как-то так активизируются и стимулируются при каких-то проблемах. Есть те, которые, конечно, ломаются. И здесь очень важно, опять же, вот сейчас это такой, скажем, краеугольный камень медицины, так называемый мультидисциплинарный подход, когда вокруг пациента сосредотачивается много специалистов разных профилей, которые, каждый со своей стороны, согласуя это все между собой, они его ведут, да, и вот... А лебедь, рак и щука не получится? Нет, ну это должно быть... Например, вы говорите одно, а другой говорит... Или два согласны, а третий что? Нет, нет, есть определенная иерархия в этом во всем. Но при этом каждый отвечает за свою область, не лезет в другую, да, и это пациенту помогает, наоборот, потому что вот как раз в эти мультидисциплинарные бригады входит сам лечащий врач непосредственно, ну, например, навскидку, да, реабилитолог это, да, это психолог клинический, это эрготерапевт, это специалист, который занимается, так называемой, трудовой терапией, да, вот, ну это вот так, такой минимум, да. Соответственно, вот, как вы сказали, да, если происходит что-то такое, у человека нет мотивации, вот как раз здесь свою работу выполняет клинический психолог. Пытаетесь найти кнопку, где у него. Конечно, конечно. Какой есть у вас инструментарий, что входит, какие есть процедуры, потому что я услышал, например, мануальная терапия, и вдруг мне как-то так, вроде как это не очень-то и, ну, приветствуется некоторыми докторами. Чем вы сегодня пытаетесь реабилитировать клиента, кроме вот то, о чем мы говорили? Какие есть инструменты, я не знаю, как сказать, приборы, база, база вот этого главного. Начну с последнего, да, то есть это про мануальную терапию, да, значит, у нас тоже бытует мнение, да, что мануальная терапия – это когда вот вы ложитесь на кушетку, вас привязывают, и там такая тракционная кровать, которая у вас вообще стороны растягивает. Или приходит такой здоровенный мужик, который начинает вам выломывать. Ну, мне кажется, что когда мужик даже или женщина с хорошими руками, я за то, чтобы меня помассировали. Ну, нет, одно дело помассировать, а другое дело выломать. Тут это очень, тут очень тонкая грань, и на самом деле тут надо очень как бы с этим разбираться. Да, во всем мире именно мануальная терапия, может быть, есть такие так называемые мягкие мануальные воздействия, да, есть инструментальные мануальные воздействия. Это просто то, что делается руками. Оно поэтому, собственно, называется мануальная терапия. Вот, если мы говорим про физиотерапию, да, опять же, во всем мире, и лечебная физкультура, и физиотерапия, то есть инструментальные методы лечения, это всё физиотерапия, это всё физические методы лечения. Соответственно, это, опять же, как мы уже говорили, и тренажёры, и просто упражнения. Тренажёры сейчас существуют абсолютно разные, существуют суперсовременные с биологически обратной связью. То есть, когда пациент сидит перед компьютером, у него в руках такой джойстик, которым он играет в игру, и таким образом он восстанавливает собственные функции. Вот. Есть экзоскелеты, которые применяются, например, при спинальной травме, когда пациента одевают в такой костюм, и он может начать ходить с ним. Опять же, старые добрые магниты, токи, это всё... Никто не отменял. Никто не отменял, это всё используется, потому что, опять же, есть это методы лечения, которые требуют времени, да, то есть мы до этого говорили про то, что сейчас это в первую очередь побыстрее человек поставить на ноги, но существует огромный плац заболеваний хронических, такие как рассеянный склероз, например, которые, конечно, этим пациентам это очень помогает. То есть эти пациенты плановые, которые ложатся периодически в больницу, проходят лечение, то им... Ну, то есть есть ещё метод для тех людей, мы все люди с определённого периода нездоровыми становимся, поэтому рано или поздно... То есть к вам можно приходить, и времена вот этих забросов, в прошенных где-то комнатах, куда, не знаю, пойду я, не пойду на лечебную физкультуру, они прошли, и что есть сегодня возможности и с помощью инструментария, и с помощью разных подходов всё-таки улучшить состояние своё или своих родных и близких, следя за ними. То есть реабилитация – это важно. Вот я к чему хочу, чтобы мы финал подвели. Да, да, да. Сейчас, конечно, специалисты обучаются у мировых, ну, можно, в принципе, даже назвать их знаменитостями в реабилитации, да, то есть это зарубежные специалисты приезжают к нам в Россию, они ездят по городам, обучают специалистов, поэтому если кто-то смотрит из специалистов по данной тематике, это очень сейчас популярно, можно учиться, это, ну, это стоит денег, конечно, да, но люди учатся, и, соответственно, ну, я не могу сказать, что времена совсем прошли, вот, но в целом… В правильном направлении. В целом мы двигаемся правильно. Но таблеточки можно, или вы считаете, что… Нет, самодеятельностью заниматься не надо. Если таблеточки, то только по… По рецепту. Спасибо вам огромное. Роман Широкий, заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры больницы имени Вересаева, пытался нас убедить сегодня в том, что физиотерапия и лечебная физкультура – это тоже один из важных комплексов в полном восстановлении после той или иной болезни. Иногда это очень может сыграть огромную роль. Тем более, что живём мы в быстрое время, и очень не хочется долго болеть. С вами был Николай Пивненко. Спасибо всем большое. Это программа «Открытый диалог». До свидания.